Итак, услышали за густоту посадки, услышали за условия, которые необходимы для выращивания помидоров. Но в процессе разговора ты говорил за условия корневой системы, за область питания, за капельную ленту. Второй оборот, идет очень ускоренное нарастание вегетативной массы и растения нуждаются в стимуляции корня. Как ты работал с корнем? Для чего это делалось? Может быть препараты назовешь, которыми ты работал? Раньше корнями я не работал, но в связи с тем, что томат по томату, два оборота в год, и монокультура, два раза однокультура, на одном и том же месте. И там уже накапливаются избыточные какие-то засоления, выделения с корней, и растения уже понимают, что там болезни накапливаются. И растение уже там не может себя чувствовать хорошо. Здесь уже необходимо стимулировать. И в час, второй оборот, я стимулировал, работал корнями стимуляторами по какому принципу? Через 4-5 дней, как только высадили, на пятый день, когда корень уже немножко вышел с тарфанового стаканчика, ну, со своей среды, с кассетой, я высаживал 77-й. Но когда уже вышел, видно, что корень прошел, это означает, что корень уже будет принимать этот корень стимулятор сразу, поливать ни в коем случае нельзя. Может, корень еще не работает, он там живет, у себя там в торсе. Вот. И на пятый день пролил, и потом я поливал корень стимулятором раз в три недели. То есть я поддерживал растения. Раз в квартал, да? Постоянно. Раз в три недели. Раз в три недели. Да. А как ты вносил какая-то технология есть определенная, чтобы лучше взял корень стимулятор? Смотри, делал три полива в день. У меня все время три полива в день делал. То есть придерживаюсь, чтобы у меня было 80% влажности. То есть это нужно, как можно делать, дробные поливы. Ну, можно было бы делать больше, но это не очень удобно, это накладывается. Делал три полива в день. Первый кормил полив утром кормления. В обед поливал там жару чистой водой, чтобы растение напилось этой воды, испаряло, чтобы охлаждало себя, чтобы она выживала в этих условиях там, в экстремальных. И последний полив я кормил, но уже меньшей дозой, чтобы растение это питание там за ночь перерабатывало и утром еще был старт, но питание оставалось где корни. И когда заканчивался у меня, когда был конец, там середина третьего полива, там уже в конце я вносил корень стимулятор, чтобы он вышел с капельницы, да, на смоченную почву и остался в районе, где вот находится корень. Прикорневую зону, да? Да, чтобы он здесь остался, чтобы он не провалился ниже, чтобы растение не доставало, где вот лучший обмен происходит, где больше воздуха, чтобы он остался вот здесь. Теперь часто всех интересует вопрос по укоренителю. Внеслись с последним поливом укоренитель, там был какой-то запас по питанию и сколько выдержать паузу для полива с фертигацией, с удобрениями, так как мы понимаем, там ауксины должны сработать. Выдерживаешь ли ты какой-то период после полива укоренителем, заведомо больше удобрений, выдержать паузу и приступить дальше к фертигациям, либо со следующего дня сразу же идет полив с удобрениями? Смотри, хороший вопрос, да, я до конца не дорассказался. Вот последний полив сделал с корень стимулятором. На следующий день первый полив я пропускаю. Например, если я знаю, что сегодня буду кормить последним поливом, я стараюсь сделать полива немножко больше, там на процентал. Завысит, да? Заведомо. Я насыщаю больше дотком земли водой, больше насыщаю, последний полив делаю с корень стимулятором и на следующий день я первый полив пропускаю, чтобы растение попросило сильно этой воды, чтобы пришло растение голодание, нехватка влаги. Первый полив пропустили и потом начинаю поливать с второго полива. Там уже делаю второй полив. Опять же, второй полив чистая вода, чтобы забрало, да? Да, я делаю чистый, но подкисленный, с правильной паузой. Ну, кислотность выровнял, да? Паузой делаю, чтобы оно там дорастворило, сделало легко доступные эти все элементы питания, которые есть там, которые оставались в почве, которые пришли с корень стимулятором, чтобы это все там растворилось и растение добрало это. И потом делаю, ну, первый полив пропустил, второй поливаю и третий поливаю, как обычный полноцидент. То есть, это во времени там получается целая ночь и вот с рассвета до обеда хватает. Да, обеда хватает, да, чтобы прошли процессы, чтобы укоренитель усвоился, чтобы пропустил на расстояние. Может быть, до конца он не усваивается, этот корень стимулятор, но если мы не будем поливать дальше, то мы можем там потерять какие-то... Соответственно, частота применения укоренителя выше, если бы мы один раз пополивали укоренителя, мы держали долгую паузу. Соответственно, раз в три недели и потом продолжаем питание. Да, частотой эти там проценты, которые он усвоился от заданного, да, мы просто чаще их проводим. И все равно происходит нарастание корневой системы, все равно идет филатирование при корневой зоне. Это где-то вот при такой схеме внесения получалось, вот смотри, вот старт, когда высадили, растение я помог, и потом как раз попало на момент цветения от третьей кисти, это когда... Очень важный период, да, период, это когда вот точка роста растет, третья кисть цветет, первая тянет уже питание интенсивно. Первая тянет, а вторая там начинает тянуть, то есть растение еще не такое большое, нужно растению помочь. И как раз-то, да, вот у нас второй оборот, да, это конец июля, начало августа, солнце палит тут все, то есть растению нужно помогать с этим средством справляться, если хотим получить хороший, ну, хороший додоличный урожай. То есть это должно быть соответственно, да, корневой площади, листовой поверхности, всегда надо помогать. Да, да, и потом вносил, ну, и вот момент главный там, что нужно рассчитать так, чтобы на момент цветения пятой кисти, это этого растения все время самый главный период. Много у кого-то, наверное, сейчас будет смотреть видео, есть сбросы, есть хлорозы, вот первый оборот, особенно, когда вот, когда выращивают, там пятая кисть цветет, пасмурно едет на неделю, дожди, потом резко выходит солнце, и у всех там листья опустили, там опустили свои уши, так говорят. Угядание так называемое, да. И все думают, что одновременно у всех все заболело, но на самом деле просто корень не способен дать воду. Корень не способен дать воду, да, да. Да, и вот здесь пятую, когда у нас корень растет до пятой кисти, потом мы работаем с тем, что есть. То есть нам нужно создать крепкий корень, который зайдет в 80, и сейчас, чтобы там был сильный большой корень. Нам нужно это было сделать. Интересное замечание, спасибо Тимуру. Мы услышали, стимулировать корень нужно до пятой кисти. В момент, когда у нас произошло увядание, когда пошел сброс, применять корневые стимуляторы малоэффективно. Да, да, да. А пятая кисть, это обработка корня стимулятором, чтобы уже закрепить тот корень, который остался. И в этот период, что, опять же, точка роста продолжает расти. Пятая кисть цветет. На цветение, на образование этого желтого цвета, на запах, который привлекает насекомых, растение тратит очень много сил. Это сравнимо с плодом размером 200 грамм плюс. Это точка роста, соотвечая, да, первой кисти? Цветок один. Один цветок? Да, цветок один, когда он цветет, он тянет на себя очень много нагрузки. То есть растение, это смысл жизни, растение, чтобы цветок зацвел, и растение старается сделать его максимально классным, чтобы это насекомое услышало, этот запах, этот цвет увидело яркий, растение там старается, и это большая нагрузка. И когда начинает цвести пятая кисть, начинает интенсивно наливаться первая, чуть менее интенсивнее вторая. Вот у нас раз, два, три, четыре, да, вот здесь пятое. Ну, да, вот здесь, когда вот эти цвели, первая сильно наливаться, заходишь в теплицу, там через день, видишь, как они растут, эти плоды. Это все питание, оно тянет первая, первая, вторая кисть, да, вот они наливаются сильно, и растение начинает кушать очень-очень-очень много элементов питания. Вносим азот, фосфор, калий, кальций, серу, магний, вносим, а за микроэлементы забываем, и много у кого в этот период начинается хлороза. Вот у меня, в частности, по железу, по марганцу, вообще-то, каждый год одно и то же, то есть, к этому, ну, каждое свое условие. И я уже заблагодаренно вношу, я уже знаю, что пятая кисть, сейчас подтянут макро-микроэлементы, и растение попросит, ну, будет у нас какой-то элементирующий фактор. Это у меня обычно железо и марганец. А такой еще вопрос по поводу стимулирования корней. Если мы планово применяли укоренители, и после пятой кисти мы будем корню помогать, также продолжаем применять стимуляторы корнеобразования, в этом есть смысл? После пятой кисти. Есть смысл, если... Растения в продленку, мы хотим получить больше урожая, мы пикаемся... Ну, допустим, мы Пин Кристалл решили выращивать продленный, да, допустим, наоборот? Да, мы еще больше кисти получаем. Например, ну, у меня цель вообще какая-то, дойти до шпалеры, прищепнуться и получить то, что уже тут есть. Кто-то приспускает, кто-то ведет дальше. Там, конечно, имеет смысл, но корень, чтобы остался таким, какой он есть, чтобы он оставался. Чтобы эти там маленькие волоски, которые именно с вами питают растения, чтобы они оставались. Чтобы они все время нарастали, но потому что они там то отмирают, то нарастают. Это делать нужно, потому что все-таки корень это основа всего. То есть очень важно было от тебя услышать, что стимулировать корень нужно в молодом состоянии растения, когда зацветает третья кисть, когда зацветает пятая, не выбиваться с плана применения корнеобразователя. Да, да, да. Это очень важно и очень интересно. Также мы видим плоды спелые, плоды целые. Нас очень интересует вопрос, как ты борешься с растрескиванием плодов. Это полив, это условия, была обрезка листа. Устойчивость сорта, да. Устойчивость сорта, да. Если взглянуть на все плоды, они в 90% спелости находятся сейчас. И все плоды целые, на них нет растрескивания. Хотелось бы услышать от профессионала, как такого добиться, потому что работая с тепличницами, не всегда получается вовремя убрать урожай. А томат, который имеет прекрасную форму, прекрасный цвет, если он стрещеный, он все равно идет в некондицию. У тебя мы видим спелый томат и весь целый. С таким блеском, да, красивым, будто кто его натирал. Растрескивание, считаю, в первую очередь. Подбор гибрида, это очень важно. Стойкий растрескивание, да. Да, потому что перепад во влаге, он тут может быть, потому что сейчас у нас вроде тепло, мы тут поливаем, потом у нас осенью, мы видим, погода меняется там в течение дня, там 2-3 раза меняется. И здесь, если мы сейчас льем, когда солнце светит, это нормально, потом заходит солнце, растение уже перестает испарять влагу, а корень еще теплый работает. Продолжает, да. Да, и здесь какая уже устойчивость именно гибрида. То есть подбираем гибриды, которые не растрескиваются, это самое главное. Как красоплодные, так и разоплодные. То есть сам гибрид. Ну и потом уже, который гибрид, который не растрескивается, нужно все-таки суметь, ну, в любой гибрид, сделать, чтобы он растрескивался. Да, полить сюда чистой водой, полить сюда дистиллированную воду, ну, вода, без каких-то, чтобы рассидел ее, взяла, эту воду. Ну, это актуально, у тебя ЕСИШКО сколько? И электротроводность воды чистой единицы. А у людей, мы знаем, есть и 0,1, есть и 0,3, вот в районе. Это повезло, это может получить хорошо урожай. Ну, то есть, наоборот, с одной стороны повезло, с другой стороны можно как бы и хуже сделать, да? Ну, вот здесь, да, вот, сейчас, сейчас поливы чистой водой вообще, ну, ни в коем случае, потому что, ну, когда вот есть спелые воды, поливать чистой водой нельзя. А сейчас я лью 2,5-2,7, чтобы растению было трудно эту воду взять. Вот, и в данный период я выливаю где-то полтора литра воды на эту растение. Ну, а допустим, ты пинкрисел замечал, он больше потребляет, чем красный помидор, у тебя же есть и красный, есть и розовый. Или ты льешь одинаково, ты не дозируешь для розового, для красного по воде? Пинкрисел потребляет воду, сильно зависит от наличия листа. Лист испаряет влагу, то есть вода вся испаряется через лист. У пинкрисела лист предостаточно испаряет влагу активно. То есть, есть с чему работать, есть куда испарять, если солнечный день, допустим, когда сегодня, у нас 24 сентября, ну, солнце еще присутствует. Я вот высаживал специальный пинкрисел блоком, который будет поливаться отдельно, чтобы лить и смотреть, сколько он воды потребляет. Пинкрисел, вот, я вот замечал, что вот, к примеру, то же самое количество воды, как и на другие, вот, лучше называется, когда более дробно. Вот, более дробно, потому что, когда мы переливаем, когда мы даем лишнюю воду, мы вытесняем воздух с почвы, а чтобы в корни взять воду, нужно, ну, он берет, берет воду, на место воды приходит воздух. А когда перелив, ворси не может взять эту воду, потому что, ну, воздух не может попасть, потому что там некуда заходить. Ну, то есть, это с физики, да, получается, как бы, да, свойства самой земли. Да, 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 очень дробно, и он тогда себя очень хорошо чувствует. Хватает. А дробно, это те полтора литра, да, то есть разбить на три полива, да, как ты говорил? Четыре полива. Ага, то есть, ну, желательно утром дать удобрения, да, а потом дальше уже... Утром с удобрением, максимально жару чистой, и на вечер там уже как-то, вот это, минимальной части удобрений. И с кислотой, и на вечер поливаю обычно с кислотой, это все раскисляете, удобрения, которые накопились, которые остались с утра, и они там уже приходят в форму, которая, которая с ними может привыковать. Марк, тебе как эта информация, полезна, не полезна? Информация очень полезна, как в школе, как на уроке, мы послушаем учителя. Профессор, да, у нас. Да, профессора, всегда приятно слушать специалиста, глядя на его работу. Ну да, тут без шуток, тут это... Специалист, практик, делится технологией. Давайте вместе поблагодарим Тимура, пожелаем ему успехов в нелегком труде. Спасибо, Тимур, ждем тебя в гости к нам. Ты подписан на мой канал, подписан? Конечно, подписан. Обязательно, всегда за новинкой сюда. Подписаться на его канал, тем, кто занимается выращиванием молочей. Информация всегда актуальная, с первых уст. Информацию всегда нужно слушать с первого источника. И опять же повторюсь, увидев растение вживую, можно верить словам этого человека. Обращайтесь за профессиональным ответом, он всегда готов на ваши вопросы ответить. Еще раз спасибо, ждем в гости к вам. Где-то так. Где-то так. Спасибо большое, Тимур. Что-то там порежешь.